Всем добрый день! Вы на канале Решу, меня зовут Ирина. Я надеюсь, что вы уже посмотрели практикум по направлению искусства и ремесла. В нем я написала сочинение по одной из тем, которые вы предложили, составила план по другой теме и еще три темы прокомментировала. А сегодня будет практикум по направлению отцы и дети. Вы предложили достаточно много тем и даже две темы разделили второе место. И у той, и у той 5 лайков, как вы видите. Поэтому я составлю развернутые планы по двум темам. По теме, что значит преемственность поколений, я напишу сочинение и еще три темы прокомментирую. То есть сегодня в этом видео я разберу аж 6 тем. Итак, начну с комментирования тем. Если у вас будут какие-то дополнения, то пишите их обязательно. Если будет что-то непонятно, то задавайте вопросы. Последнее место, кстати, разделили тоже две темы. У них было по три лайка. Но начну вот с этой. Быть похожими на родителей это достоинство или недостаток? Открытый вопрос, поэтому вы можете на него ответить и достоинство, и недостаток. Можно ответить, что все зависит от родителей и от детей, от ситуации. И один пример привести к тому, когда ребенок был похожим на родителей, и это было его преимуществом. Но здесь еще, кстати, нужно будет пояснить тему, что значит вообще достоинство и недостаток. Потому что достоинство и недостатки это все-таки качество человека, а это не похожесть или не похожесть на родителей. То есть тут еще и такая противоречивая тема. Но так или иначе, первый аргумент пишите про достоинство. Второй аргумент о том, когда похожесть на родителей была так называемым недостатком. Ну, например, к недостатку сразу же напрашивается аргумент Митрофанушки из недоросли Фанвизина. А к достоинству, например, похожесть Штольца на своего отца. Дальше. Нужно ли всегда опираться на опыт предыдущих поколений? Я бы ответила, что не всегда нужно опираться на опыт предыдущих поколений. Потому что в чем-то предыдущие поколения могут ошибаться. И здесь можно вспомнить горе от ума Грибоедова. И описать, в чем был несогласен Чацкий с фамусовским обществом. И почему эти прогрессивные взгляды в дальнейшем возобладали в обществе. Также можно построить свои рассуждения на основе пьесы «Вишневый сад Чехова». И подумать о том, почему Раневская хотела сохранить имение. И привести мысль к тому, что это было слепое следование опыту предыдущих поколений. И ей нужно было, возможно, скорее всего, прислушаться к тому, что говорил Гаев. И, возможно, тогда хоть в каком-то виде имение было бы для нее спасено. Дальше. Как вы понимаете, слова «Жермен» и «Десталь» во всякой стране молодое поколение всегда иностранцы. Здесь акцентирую ваше внимание на том, что нужно пояснить, как вы понимаете эти слова. Но я их понимаю таким образом, что молодое поколение говорит всегда на отличном языке от старшего поколения. И здесь можно также упомянуть про конфликт поколений из-за этого недопонимания. Ну и в качестве примеров можно опять вспомнить «Горе от ума», «Отцы и дети» Тургенева и, например, «Тихий дон» Шолохова. Теперь давайте составлять планы третьей и второй темы. Третья тема. Могут ли представители разных поколений жить без конфликтов? Как нам демонстрируют примеры из жизни и из литературы, все зависит от ситуации. В одних семьях представители могут жить без конфликтов, а в других такая модель поведения неприемлема. Поэтому я бы в тезисе написала, что все зависит от людей, от конкретной ситуации, от конкретной семьи или от конкретных взаимодействий. Если мы говорим о взаимодействии между поколениями не внутри семьи, а просто между представителями разных поколений. Ну и здесь логично для начала рассказать о взаимодействии без конфликтов, а во втором аргументе уже показать пример взаимодействия с конфликтами. Ну, предположим, в качестве образцовой семьи практически можно вспомнить Ростовых. Это классический пример. Да, у них не было все 100% идеально, но между тем они старались друг друга поддерживать, входить в положение друг друга и, по крайней мере, постоянных конфликтов не было, каких-то затяжных конфликтов не было, обид, ссор и так далее. А в следующем абзаце можно написать о непрекращающемся конфликте Евгения Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Взаимодействие этих персонажей как раз и выстраивалось на конфликте, и он был непримиримый. Ну и в выводе уже на основе аргументов нужно будет подтвердить ту мысль, что нельзя однозначно ответить на вопрос, поставленный в теме. Следующая тема интересная и необычная. Согласны ли вы с Шойхером? Спором поколения обычно называют вздорные препирательства юношеских безумств со старческим слабоумием. Ну, высказывание утрированное. Я бы в выступлении написала, что, на мой взгляд, высказывание немного категоричное, но отчасти с ним можно согласиться. И сейчас подумаю, какие здесь примеры можно привести. Для начала можно привести снова пример из романа эпопеи «Война и мир Толстого», только уже не про Ростовых, а про Балконских. Можно написать о конфликте Марии с отцом. Конечно, она уже не юная девушка, но всё равно ведёт себя не по-взрослому. И потом жалеет о таком поведении. А у её отца уже, да, можно сказать, что было старческое слабоумие. Отсюда и вылился конфликт. Ну, а прежде чем приводить второй пример, который я придумала, здесь нужно будет написать переход, чтобы не было никаких логических ошибок, и пояснить, что под старческим слабоумием можно понимать и образное выражение, то есть не в буквальном смысле возраст, но и в принципе консерваторское поведение старшего поколения, которое не хочет ничего менять и не хочет слышать и видеть что-то новое. И тогда здесь можно описать конфликт Андрея и Тараса. Как раз в Андреи вот это юношеское безумство было. Старческое слабоумие в данном случае в кавычках Тараса заключалось в том, что он не хотел слышать никаких объяснений, не хотел ничего знать, и поступил только на основе своих принципов. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я не настаиваю, чтобы вы все приводили такой пример, но я бы его написала и пояснила, и никаких ошибок бы не было. Но вы вправе писать то, что вы хотите. И в выводе можно применить приём-отклик и написать, что есть способ избежать конфликта поколений, и на основе этого высказывания, либо юноша должен проявить свою взрослость и не вести себя как ребёнок, либо представитель старшего поколения не впадать в слабоумие, а вести себя как взрослый человек. Тогда, возможно, конфликта и не будет. И теперь давайте писать сочинение на тему, что значит преемственность поколений. Снова составлю план, как я вам и рекомендую, перед написанием любого сочинения составлять план. Во вступлении я напишу, что такое, на мой взгляд, преемственность поколений, и я думаю, что здесь, чтобы было о чём писать, стоит развивать мысль о том, что не всегда нужно слепо перенимать устоявшиеся правила, и иногда нужно всё-таки включать критическое мышление, чтобы развитие общества шло ещё стремительнее. Ну и первый пример тогда логично привести об удачном опыте преемственности поколений, а второй о неудачном. И думаю, для начала я напишу о Штольцах, о том, как воспитывали Андрея Штольца, и что вот в данном случае преемственность поколений сыграла на руку, и из него вырос благородный, честный, добрый и так далее человек. Ну и для второго аргумента я вспомнила роману «Дивный новый мир» Хаксли. В нём, конечно, напрямую не описывается негативный опыт преемственности поколений, но я немного не на этом сделаю акцент, а сделаю акцент на людях, которые мыслят критически, которые подвергаются мнениям, все сложившиеся устои, и именно благодаря ним есть надежда на то, что в едином государстве всё-таки когда-нибудь что-то изменится. Ну и над выводом ещё подумаю в процессе, как здесь удачно будет написать. Пока, честно говоря, не придумала, что конкретно буду писать, но в процессе, думаю, к этому приду. Итак, начинаю писать. Вступление получилось таким. Преемственность поколений – это один из основополагающих факторов непрерывного развития общества. Испокон веков люди передавали своим потомкам знания о мире, религиозные учения, нормы морали. Благодаря этому новым поколениям не нужно самостоятельно добывать огонь и изобретать колесо. Вместо этого люди, основываясь на уже накопленном опыте, продолжают усовершенствовать себя и мир вокруг. На мой взгляд, термин «преемственность поколений» не должен быть тождественен слепому следованию всем утвердившимся ранее правилам. Юноши и девушки обязаны мыслить критически и отделять зёрна от плевел. Немного научно получилось, возможно, скучно, но вот так я вижу начало сочинения по данной теме. Итак, я написала следующее. Рассмотрим примеры из литературы, описывающие преемственность поколений с разных сторон. Так, в романе «Обломов» Гончарова мы видим удачный опыт передачи знаний из поколения в поколение. Иван Богданович Штольц смог обучить своего сына всем ценным знаниям, которыми владел сам. Он возил юного Андрея по фабрикам, преподал основу агрономии, а самое главное, своим примером показал, как следует взаимодействовать с людьми и каких моральных норм придерживаться. Именно по семейной традиции младший Штольц отправился учиться в университет. Несмотря на то, что мать баловала Андрюшу, он все-таки усвоил то, чему его учил отец и стал уважаемым, честным и благородным человеком. На мой взгляд, хороший аргумент получился. Не лишусь себе, но все-таки все емко, по делу, без пересказа. Вот таким, на мой взгляд, и должен быть аргумент в итоговом сочинении. Можно, конечно, и больше писать, но и 96 слов будет достаточно. Перехожу теперь к роману Хаксли. Для начала обратите внимание на связку. Если здесь я использовала клише, то здесь я снова вернулась к термину преемственность поколений и уже выстроила логический переход от одного аргумента ко второму. Преемственность поколений – это база, благодаря которой мы развиваемся, но все же неразумно слепо следовать всем ранее утвержденным правилам. Среди членов тоталитарного общества, описанного в романе Хаксли о «Дивный новый мир», есть те, которые ставят под сомнение сложившиеся устои. Но на таких людей найдено управо. Их ссылают в Исландию и на другие острова, что и происходит с Бернардом. Таким образом, главы единого государства понимают, что всегда будут находиться критически мыслящие молодые люди и девушки, которые будут хотеть изменить устройство общества. Хоть и эра Форда не заканчивается, но надежда на то, что в едином государстве рано или поздно произойдут изменения, благодаря таким представителям молодого поколения остается. То есть в этом обществе преемственность поколений налажена, и если мы отбросим все условия, к которым мы привыкли в нашем мире, то в рамках «О дивного нового мира» все будет отлично, но все-таки благодаря вот этим молодым людям есть надежда на изменения даже в таком обществе. И давайте теперь буду писать вывод. Ну и по факту получилось так, что мысли, которые я записала в заключении, я уже ранее писала, только здесь я их перефразировала. В заключение хочу добавить, что в здоровом обществе преемственность поколений необходима и должна быть двигателем прогресса, однако в неидеальных государствах должны находиться люди, которые бы ставили под сомнение, которые бы ставили под сомнение существующие нормы, тем самым порождая волну позитивных изменений. Вот такое получилось сочинение. Тема, я бы не сказала, что легкая, потому что вопрос поставлен нестандартно, не согласны или не согласны, или поясните, и так далее, а просто что значит преемственность поколений, и, как говорится, пиши о чем хочешь. У меня получилось 313 слов, уже больше, чем в предыдущем сочинении, чувствую, что к пятому направлению я распишусь, хотя в прошлом году было наоборот, у меня первые сочинения были там 400 с лишним слов. Если есть вопросы и предложения, то задавайте их в комментариях, если видео было для вас полезным, то, пожалуйста, поставьте лайк, по лайкам и по просмотрам я понимаю, насколько актуальна та или иная тема. Подписывайтесь также на новости моего сайта, на мой инстаграм, и будьте с Ирешу, ведь я все решу. Удачи вам всем, пока-пока!